О самых важных социальных темах города за 41 минуту. Именно столько длился отчет главы Самары Елены Лапушкиной перед депутатами Гурдумы о работе мэрии в 2020 году. Так муниципальная казна увеличила налоговые и неналоговые доходы на 55 миллионов рублей в сравнении с прошлым годом. Таким образом, доходы бюджета за год выросли на 6% и превысили отметку в 30 миллиардов рублей. Свыше 88% этих средств пошли на образование, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную политику и культуру. Несмотря на трудности, Самара по итогам истекшего года успешно справилась с поставленными задачами, удалось выполнить намеченные планы по строительству и реконструкции важнейших объектов в социальной и коммунальной сфере, достичь целевых показателей национальных и региональных проектов. В минувшем году город участвовал в реализации восьми национальных проектов. В рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году администрации города обеспечены ясельными местами 4965 детей. Введены в эксплуатацию два новых детских сада на 455 мест, из них 135 ясельных. В результате за год показатель доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста вырос на 25%. За счет проведения ремонтных работ в 47 детских садах, за счет доукомплектования групп, создано более 2000 дополнительных ясельных мест. В 2021 году мы не снижаем ТЭПы, планируем ввод новых детских садов. Проведен капитальный ремонт пищеблоков в девяти школах города, капитально отремонтированы кровли в шести учреждениях. На оснащение мебелью, оборудованием и инвентарем муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году направили более 70 миллионов рублей. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2020 году из аварийного фонда переселено 497 семей. Это на 173 семьи больше, чем в 2019 году. Отложен жилищно-коммунальный вопрос. Концессионное соглашение с самарскими коммунальными системами позволило обновить объекты водоснабжения и водоотведения, а самое главное – снизить экологическую нагрузку на реку Волгу. Создано и реконструировано 249 объектов, в том числе и в микрорайоне Волгарь. А переход на модель альтернативной котельной позволил в два раза увеличить объемы ремонта теплосетей. Активно ведутся работы и по благоустройству общественных территорий. Завершаются работы по благоустройству вертолетной площадки и сквера Аксаковых. По программам формирования комфортной городской среды «Твой конструктор двора» и губернаторскому проекту содействия в Самаре благоустроена 261 дворовая территория. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт самарских дорог направили 1 млрд 245 млн рублей, что позволило отремонтировать более 54 км асфальтового покрытия. Все запланированные в 2020 году мероприятия по ремонту дорог выполнены в полном объеме. В результате за последние три года в Самаре доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 33% до 56%. Были и масштабные транспортные обновления. Капитально отремонтировано 6 вагонов метро. Кроме того, для самарского метрополитена закуплен новый четырехвагонный поезд. В непростой 2020 год городские власти уделяли внимание культуре и спорту. На территории города появилось 7 спортивных объектов, а 4 музыкальные школы оснастили инструментами. Сегодня мы получили всеобъемлющий материал, сконцентрированный. По части вопросы обсуждались на разных профильных комитетах. Мы заслушивали и на коллегии при администрации. Мы слушали отчеты профильных департаментов. Но сегодня объемно, в то время лаконично. Все это было доведено. И, наверное, отличие этой лаконичности заключается в том, что мы сегодня слушали результаты. Важным показателем работы городской администрации было не только созидание, но и поддержка. Речь о малом и среднем предпринимательстве. Общий объем финансовой поддержки субъектами МСП превысил 168 миллионов рублей. Кроме того, самарскому бизнесу была предоставлена отсрочка по уплате аренды муниципального имущества. Снижен корректирующий коэффициент базовой доходности. Наиболее пострадавшие отрасли освобождены от уплаты 20% исчисленного земельного налога. Предоставлено 32 гранта на сумму порядка 5 миллионов рублей на возмещение расходов на оплату труда. Малый и средний бизнес – это основа любой экономики. Мы принимали решение по поводу уменьшения арендной платы, отсрочки арендных платежей. Эти меры позволили предотвратить сокращение более 400 рабочих мест. Ольга Павла, Ольга Хомракулова, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.